всем привет спасибо что вы открыли именно это видео я очень рада приветствовать вас у меня на канале и перед тем как начнем предлагаю вам подписаться на мой инстаграм а также на канал чтобы ничего не пропускать и быть всегда в курсе и так начнем сегодня я предлагаю вам обзор очень нужной вещицы а именно внешнего оптического привода или оптического накопителя gp57 и s40 как вы знаете сейчас ноутбуки производят тонкие и легенькие и они не содержат внутри DVD также и стационарные компьютеры сейчас все чаще складывают без такого CD-ROM поэтому если вам нужно ими воспользоваться необходимо купить дополнительное устройство после подкупки моего нового ноутбука я тоже столкнулась с этой проблемой и приобрела вот такую штуковину давайте проанализируем это устройство сначала разберемся что находится внутри упаковочки и и и Итак, здесь у нас тиск. Кабель USB, при помощи которого мы будем соединять наш ноутбук с устройством и также сам привод. Так он выглядит. Как вы видите, привод очень тоненький и соответственно легенький, что очень удобно во время путешествия. Устройство также снабжено функцией Jamless, которая оберегает диск от загрязнений, а также повреждений. Технология SilentPlay обеспечивает нужную скорость при чтении диска, чтобы максимально снизить уровень шума во время пользования. М-диск позволяет записывать данные на более твердых поверхностях, чем обычные DVD диски и тем самым сохранить информацию на долгие годы. Также вы сможете быстро и легко подключить устройство к вашему телевизору, если у него есть такие функции, и при помощи внешнего привода смотреть фильмы, слушать музыку, используя те диски, которые у вас есть. Питание устройства осуществляется непосредственно с ноутбука, что также очень удобно во время дороги. Другие данные спецификации относительно этого прибора вы можете увидеть здесь, скорости чтения диска и другие его параметры. А сейчас я его предлагаю подключить и посмотреть, как он будет работать. «Сбоку» находится кнопочка, на нее мы нажимаем, и мы «Сбоку». Устройство открывается, вкладываем диск и закрываем. «Сбоку» Вот и все. Легко и просто. Что же могу сказать в заключение лично я? Пользовалась ним впервые, вне дома, без посторонней помощи и без каких-либо проблем справилась. Я обычный пользователь и поэтому могу с уверенностью сказать, что справится каждый, если справилась я. Друзья, качество работы хорошее, параметры и исполнение также. А что еще надо? Спасибо, что были сегодня вместе со мной. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной. Пишите свои отзывы в комментариях, какие видео вы еще бы хотели увидеть на моем канале. До новых встреч, друзья, уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова